Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня, как всегда, в студии Радио Медиа Метрикс Казахстан. И мы начинаем очередную передачу в рамках проекта «Всё о коронавирусе, чего мы ещё не знаем?» проекта экстренной помощи КОЛДА при поддержке фонда «Евразия и Центральная Азия» и корпорации «Шеврон Мунай Инк». И сегодня у нас в гостях я с удовольствием представляю Берик Доржанов, вице-президент фонда «Айала». Мне очень приятно сегодня Берика приветствовать в нашей студии. Мы сегодня поговорим на тему «Здоровье и коронавирус. Жизнь не будет, как прежде». Но прежде чем мы начнём, я хочу несколько слов сказать о Берике. Я вообще преклоняюсь, я не побоюсь этого слова, этого глагола. Перед врачами, перед людьми медицинской профессии, врачами, медсёстрами, нянечками, любыми. Потому что я сама из семьи врачей, и я знаю, как они работают. Я просто это сама вижу, и поэтому, Берик, мы вас сегодня приветствуем. Берик — выпускник Актюбинской медицинской академии по специальности врач-педиатр. Он долгое время работал в разных медицинских учреждениях. Он также закончил Санкт-Петербургскую академию, то есть постдипломное образование там получил. Но в душе он врач-педиатр, несмотря на то, что он работал в больницах и для взрослых, и для детей. Да, Берик? Я правильно вас понимаю? Совершенно верно, да. Ну, давайте, наверное, начнём с самого начала. А начнём мы с того, что мы поговорим о том, что тема сегодняшней программы посвящена нашему здоровью в целом, потому что вы всё-таки врач, несмотря на специализацию, несмотря на то, что педиатр, реаниматолог, анестезиолог, ещё можно всё что угодно говорить. Поэтому нам сегодня очень-очень важно мнение врача. Эта тема волнует многих наших зрителей, слушателей, ну, просто граждан нашей страны. Поэтому мы, наверное, начнём вот с такого простого вопроса. Почему вот именно сегодня, именно сегодня встал вот такой острый вопрос и пришлось нам парализовать всю нашу экономическую систему, да, и как бы всех нас посадить на карантин? Вот что такого случилось, что такого произошло? Потому что сегодня много разных там мнений, начиная от рациональных, разумных, до самых фейковых, мы хотим мнение врача услышать. Насколько это оправдано, что мы сегодня вообще сидим в карантине? Ну, я хочу в первую очередь сказать, да, на самом деле мнений очень много. Многие приравнивают его к обычному гриппу, хотя в реале-то он и есть. Как бы любое заболевание вирусное, оно, конечно, имеет свою специфику, да, вот взять там, допустим, обычный грипп, он всегда, ему потом со временем вырабатывается иммунитет, какое-то количество людей должно переболеть, как сейчас говорят, это коллективный иммунитет должен выработаться. Коронавирус, он более такой вирулентный, причем он еще обладает хорошей тропностью, именно к легочным тканам, бьет по легким. И как раз таки в этом и заключается его вот эта вот тяжесть, что он поражает, а в основном так взрослое население, вот как бы у нас говорят, что и детей он так мало очень поражает, там среднее население, именно вот он очень сильно бьет по взрослому населению, вот, и имеется его большая контагиозность, вот он больше сохраняется в воздухе, и поэтому, как бы, наверное, вот его вот эта вот специфичность и, наверное, вызвала такие изменения. Хотя, помните, в свое время был и свиной грипп, который мы тоже там, как бы, перенесли, там, слава богу, но все равно к любому, как бы, к любой инфекции у нас вырабатывается иммунитет. Я, конечно, не хочу сказать, что я там очень много знаю в эпидемиологии, да, но как вот врач я хочу сказать, что просто очень высокая вирулентность у данного вируса. Вирулентность – это что такое, если простыми словами для наших зрителей объяснить? Да, это очень большая заражаемость и очень большая устойчивость. То есть он какое-то время сохраняется, да? То есть вот если простым языком сказать, я вот иду по улице, впереди меня идут два человека, да? То есть если я иду без маски, а не без маски, то возможно, да, это или как? То есть если вы кашлянули, да, он наиболее больше будет в воздухе держаться, чем обычный вирус гриппа, допустим. Понятно, понятно, хорошо. Хотя они все в одном семействе там состоят. Да, понятно. Вот смотрите, вирусы, они же появились не сегодня, да? И человечество пережило несколько таких разных эпидемий, от самых больших, там от испанки, которая была больше ста лет назад, да? Вот, наконец, мы дошли до коронавируса. Но все равно вот так, чтобы всей планетой переживать не было, да? Такого же не было? Ну, за последние годы, да, вот история, она вот как раз-таки, она же Европа очень сильна в свое время. Но я же говорю, вот у вируса они очень мутагенные. У вируса вот в чем его, как бы, как сказать, не то, что вирулентность, а в чем смысл его заболевания, да? Вот возьмите простую бактерию. Чтобы бактерии расплодиться, что ей нужно? То есть это биологи поймут, митос или миоз, то есть разделение клетки. И они вот так размножаются. Более высшие существа, которые начали делать это... Вирус размножается только внедрением в клетку. Это паразиты. Они закидывают в клетку свое там или ДНК, или РНК, поэтому они разделяются РНК-содержащие, ДНК-содержащие. То есть они закидывают свое вот именно вот это вот геном, с которого потом вырабатываются вот эти вирусы. Они со временем, все время привыкают к тому, что мы против них делаем. Хотя против вируса сделать ничего невозможно. Если против вируса можно что-то было сделать, уже бы ВИЧ не было бы. У нас 30 миллионов человек болеют. Их пытаются лечить, говорят там о серьезных фактах, о том, что там кто-то выздоровел. Но самое главное, вот вирус вот этим и живет. И поэтому он все время укрепляет свои позиции. Хотя, когда человек один раз вирусом переболел, у него вырабатывается стойкий пожизненный иммунитет. Вот смотрите, то есть получается, что этот вирус еще доселе неизведанный, да? То есть получается, что человечество с таким видом вируса не встречалось? Нет, коронавирус уже известен очень давно. Но просто именно вот это коронавирус, вот данного вида, мутагенность. Вот смотрите, вот чем отличается грипп? У него есть две буквы, которых определяют H и N. То есть H – это кровь нарушает, N – это нейрологик, то есть он нарушает именно нервное окончание. То есть у человека поэтому боли, боли, суставные боли, и при этом нарушается проницаемость сосудов. И у гриппа в чем смысл? H2N2, H5N10. И он вот этим вот коррегирует. То есть если у человека есть иммунитет на N2, на N10, H20, у него нет иммунитета. То есть у него постоянно идет мутагенность. Вирус приспосабливается к тому, что против него борются. Поэтому коронавирус был известен, но данный вид коронавируса нету. То есть его не знает организм. Понятно. Вот берег, смотрите, например, мы сейчас все живем в карантине. Там почти все страны. Франция, Испания. Вот я недавно прочитала, что во Франции целая программа принята чуть ли не до сентября. Будем выходить там поэтапно. Сначала откроем вот это, потом откроем еще что-то, потом еще что-то откроем. В Испании тоже так же и в каждой стране. Ну вот, допустим, у нас наступил час X. Мы все ждем 11 мая, как маны небесные, да? Или мы все ждали 11 мая, как маны небесные. Ну, например, продлили у нас там карантин до какого-то еще числа. Мы не знаем, там июнь, июля, или может не продлят, может продлят. Скажите, пожалуйста, вот что потом простым людям делать? Мы же должны научиться жить с этим вирусом, да? То есть он приспосабливается, мы должны как-то приспособиться, да? Совершенно верно, вы правильно говорите, но в то же время, видите, все-таки культура людей стала повышаться, как бы то ни было. Во-первых, люди стали чаще руки мыть. Вот элементарно. Хотя об этом всегда говорят, но не все же это делают. Вот даже я на своего сына смотрю, двухлетнего, он с улицы приходит, он идет в ванну, чтобы ему руки с мылом помыли. То есть это уже культура. То есть, конечно, это мы все будем соблюдать. Социальная дистанция, она тоже нужна. Мы же, у нас казахская ментальность обнять человека, друга поприветствовать, да, это тоже плохо, как бы. Но, конечно, когда этот карантин кончится, мы все все равно должны будем это все соблюдать. Ну, конечно, масочный режим уже вряд ли, но в то же время вот именно дистанция, чаще руки мыть, вообще вот личную гигиену соблюдать, это по-любому мы от этого не отойдем. То есть мы должны это все делать, потому что, тем более, раз сейчас еще говорят, что будет возврат, там, может быть, осенью, там, в сентябре, в ноябре, там, кто как говорит, ну, я так думаю все равно, что это фейк, и дай бог, чтобы она фейком и оказалась, но в то же время мы все равно должны соблюдать правила личной гигиены. Чем больше мы это будем делать, чем, вот, это всегда медицина об этом говорит, мойте чаще руки, там, меньше избегайте лишних контактов, там, когда человек чихает, ну, отвернитесь, в крайнем случае, платок приложите, или человек, который, опять же, чихает, чтобы он к лицу что-то прикладывал, чтобы это все не распространять. То есть это, здесь, видите, больше будет социальная ответственность по отношению к окружающим людям. То есть если вы себя почувствовали плохо, чтобы вы не заразили окружающих людей, то есть вы уже должны ответственно относиться не только к своему здоровью, а к здоровью окружающих ваших людей. Вот. Я думаю, что только в этом случае мы уйдем от этого коронавируса. Берек, я с вами совершенно согласна. Вот как раз-таки ответственность, вот ответственность, что в нашей культуре поведения за здоровье и жизнь других людей, не только твоих близких, твоей семьи, там, мамы, папы, твоих детей, но и вообще просто ответственность за здоровье своих близких. Вот это вот очень такое, как скажем, чаллендж, как сейчас модно говорить, вызов такой стоит перед нашей культурой, потому что мы же любим обниматься, любим целоваться, ой, там, ты меня не видел, я тебя не видел, собираться большими компаниями и так далее. Вот здесь вот чья роль больше? Школы, родители, вот в поведении изменений, как вы видите? Медицинские работники, само собой, они понимают это. Да, ну, медицина, видите, всё равно мы сейчас, как бы вот так вот я смотрю на врачей, они очень сильно загружены вот своей работой. Причём вы сейчас обратили внимание, очень много врачей заболели, как бы от этого нам не уйти, это всегда была контагиозность, от этого никогда не. Как бы любую возьмите в своём там, как бы не пандемии, а там эпидемии, да, там мелкой даже. Всё равно врачи всегда, в первую очередь, это те, которые стоят на страже. Они самые первые это ловят. Ну, я думаю, всё-таки здесь же не то, что там или там педагоги или ещё кто-то. Мне кажется, всё-таки каждый должен это понимать и каждому должны это доносить. Не только вот наше телевидение, не то, что там. А вот именно вот мы с вами разговариваем, я думаю, многие об этом люди услышат, о том, что мы должны заботиться о состоянии здоровья окружающих. Я думаю, это тоже большой ваш вклад именно вот для реализации того, чтобы они защищали окружающих, не только себя. вот именно вот такая вот реклама, вот она должна быть, ну, не то, что вот реклама, а именно такие вот передачи, которые вы делаете, именно они должны сделать вот этот эффект. Потому что родители — это одно, а когда это дети, или родители те же услышат это вот по радио, по телевизору, они уже, соответственно, будут так относиться. Понятно. То есть вы считаете важной это повышать осведомлённость, да, широких слоёв населения, да? Правильно я вас поняла? Совершенно верно, да. Это не могут сделать одни только родители, потому что, ну, вы знаете же детей, родители говорят, дети кивают. А когда это вокруг об этом говорят, уже дети будут на это тоже внимание обращать. То есть вот смотрите, вот кроме ношения маски, мытья рук, соблюдения социальной дистанции, да, вообще в целом модель поведения, прежде всего, ментальная наша модель, да, должна поменяться. То есть мы должны быть всегда на стороже, да? То есть мы должны об этом думать, понимать, что есть опасность, что мы можем сами быть источником заражения, что мы можем быть переносчиком, да, дочитать, даботиться. Правильно поняла, да? Совершенно. Ну, я вот сейчас вот такие вещи скажу. Вот я в чате, допустим, с врачами, да, вот моими друзьями, я работал в городской центральной больнице в своё время, в СЭС Ганово, научном центре хирургии. Вот я сейчас так слышу, да, там элементарно человек до последнего начинает температурить, дней 5 температурит уже, когда он ничего не помогает, он не выйдет, он только после этого вызывает скорую, едет в больницу. То есть он до этого, получается, все 5 дней не заботился о здоровье окружающих людей. Да, безответственное поведение, правильно? Вот, я поэтому и говорю, что здесь сейчас, в данный момент, даже после того, как коронавирус уйдёт, надо думать не только о своём здоровье, а о здоровье окружающих. То есть почувствовал ты кашель, ну, сходи к врачу, сдай тебе ПЦР. Да, согласна. Нет у тебя, кашляй спокойно. Смотрите, сейчас многие средства массовой информации, в том числе, ну, зарубежные, в основном зарубежные, пишут, что вакцины раньше 2021 года не будет. И лекарства от вируса нет. Вот какие простые шаги наши действия, что предпринять, как уберечься. Я ещё раз понимаю, я хочу нашим слушателям сказать, что Берег не врач-эпидемиолог, а он врач. И мы хотим просто мнение врача услышать, врача-педиатра, кем он в душе является. Да? Ну вот, я и хотел сказать, сугубо это моё мнение, мои коллеги меня поймут, но давайте в первую очередь разберём, что такое вакцина. Да. Вот для большинства обывателей это вот непонятно. Вот сейчас тем более идёт такой разговор, что вообще вакцины отменить, убрать их. А на самом деле вакцина – это что? Это или мёртвые бактерии, или же ослабленные бактерии, или же продукты их жизнедеятельности. То есть сама бактерия для организма человека, она является антигеном, то есть чужеродным. К нему, соответственно, внутри организма вырабатываются антитела. То есть вот для чего делают БЦЖ, да? Хотя вот, ну, так разобраться, это противотуберкулёзная вещь, да? Но вот попал какая-то бактерия в организм, против него уже антитела готовы, их не надо вырабатывать. Они тут же начинают их блокировать. Сразу вырабатываются биологически активные мечта, которые сразу организм вырабатывает, так сказать, оборонную систему, после чего человек не должен заболеть. Ну, единственное, туберкулёз, допустим, я вот взялся за туберкулёз, хорошо, имеется в виду просто организм, когда ослабленный. Почему говорят, туберкулёз это социальная болезнь? То есть, когда человек склонен к алкоголизму, когда у человека нечего нормально питаться полноценно, да, когда белка того же не хватает, аминокислот, которые для строительства организма, всё, тогда туберкулёз по-любому съест человека, и он заболеет, несмотря на его вакцины. Против вируса вакцины выработать, ну, выработать это как бы очень-очень огромная работа. Поэтому до 21-го года, вот, ну, представьте, вывести эту вакцину, вывести этого вируса в чистом виде, и потом на него вырабатывать именно вот эти антитела, они же должны там, ну, на ком-то практиковать, на лошади, на овце, там, ещё на ком-то. То есть, это очень огромная работа, поэтому я даже, ну, сомневаюсь, что до 21-го года это будет нормально. Мне кажется, ещё очень какое-то время, но просто мне интересно, нужно ли она будет потом, когда она уже уйдёт, и у нас выработается коллективный иммунитет. всё-таки очень большое количество, которые, во-первых, болеют бессимптомно, то есть, у него уже иммунитет автоматом вырабатывается. То есть, если это женщина, мама, она ребёнку с молоком передаст эти антитела. Уже в какой-то мере защита будет. Поэтому, да, или же, как вы говорите, лечение, ну, у нас противовирус, всё равно общее лечение. Как там ни вертите, у нас только определённые препараты, но они всё-таки, ну, как бы, как вам сказать, они общего действия. Если противовирусов терапия уже была бы, у нас бы ВИЧа не было. Да, согласна. Сейчас вот, поэтому большинство больных, которые лежат, у нас, вот как мы любим говорить реаниматологи, у нас, у нас называется это посиндромная терапия. То есть, у человека возникла сердечная остаточность, мы лечим сердечную остаточность. Возникла там сосудистая, мы сосудистую. Возникла дыхательная остаточность, значит, мы работаем с дыхательностью. То есть, здесь конкретной специфики лечения ещё нету. То есть, мы делаем только посиндромно, посимптомную терапию. Вот. И поэтому в этой ситуации, ну, только я говорю, Конечно, нам только надо сохранять то, что я говорил, это правило личной гигиены, только, как говорится, думать о себе, думать о окружающих, какие-то симптомы возникли, обращаться к врачам, не в интернет, не читать то, что там пишут, а именно пойдите к специалистам. Потому что наше большинство людей любят спорить с врачами, глубоко ошибаются, если они прочитали одну статью, вы извините, я 9 лет учился, мои коллеги там тоже не меньше меня учились, мы знаем, что такое теология, патогенез, то есть как развивается болезнь, откуда она возрождается, а люди читают только верхушку айсберга и приходят и начинают спорить с врачами. Вот поэтому я говорю, слушайте врачей, что они говорят. Они не с неба это берут, они обучают именно тому, что нужно. Берек, смотрите, я с вами полностью согласна, я даже могу вам просто поделиться с вами таким опытом. У меня один знакомый заболел коронавирусом в Лондоне, вот там нет такого, чтобы как у нас пришли, у тебя сняли тест, тебя отвезли, там с тобой возили, здесь ещё всё такое прочее. Ему онлайн выписали лечение, доктор, он там куда-то написал, встал в очередь, попасть там практически в госпиталь ему было невозможно. Ему всё сделали онлайн, и вот он лечился сначала одним лекарством, потом, просто вот рассказываю, потом понял, что ему не помогает, написал врачу, тот говорит, ну я не знаю, он сам где-то нашёл какое-то другое лекарство, врачу написал, врач ему выписал это лекарство. Это вот реальный случай, и вот оно ему помогло, да, и он говорит, никто там за меня никакой ответственности не нёс, не трясся надо мной, никого не ругали, никому там выговор не объявляли. Хотя, в принципе, в UK у него есть там страховка, действует, там же тоже система вот этого страхования медицинского. То есть мы просто, мне кажется, не ценим то, что имеем. И когда начинаем говорить, вот меня не вылечили, меня туда отвезли, меня сюда, в принципе, всё в сравнении познаётся. Вот реальный живой пример, что человеку чуть ли не просто онлайн выписали, всё сказали, всё, лежи дома, и никто ему не говорил, сдай ПЦР потом, всё, закончилось там 20 дней, ему никто не сказал. Он сам пишет, мне надо сдать ПЦР? Ему говорят, ну хотите, сдайте. То есть вот вообще вот это вот, у нас бы это, 10 раз написали пост в Фейсбуке, хотите сдайте, хотите не сдайте. Это условия пандемии. Да. То есть когда вот в условиях пандемии с врачей ответственность снимается полностью. Да, понятно. Потому что в этот период, как бы каждый больной должен заботиться о себе. Вот вам, допустим, людям объявили, сидите дома. Да. Вот он вышел, заразился, а кто тебе виноват, зачем ты вышел? Согласна. Вот об этом не спрашивают, но спросят с врача, почему он не вылечил. Согласна. А почему он заразился? Да, никто не спрашивает. Вот одно дело, когда это жизненно, да, вот когда женщина, допустим, в положении, там, у неё начались преждевременные роды, её везут в больницу, даже вот по телевизору постоянно показывают. Врачи, вот они должны тогда работать. Да. Потому что в этом никто не понимает. Хотя, если так разобраться, в большинство случаев, это вина же где-то что-то там не доделала, что-то там не досмотрела, где-то что-то прозевала. Или когда мне самое нравится, рассказывал, когда смеялся, когда начинает перед родами полы мыть, и полегче родить. И от этого начинается, развивается вообще в реалии преждевременной роды. Вот. И как бы, ну, напряжение же, ну, представьте, в каком положении женщина моет полы. Как раз-таки создаёт повышенно внутрибручное состояние, ставит на бедного ребёнка, и ребёнок, конечно, что делает? Он просит и сразу... Потому что его там сковали. Да. Он жил в комфортных условиях, а потом его начали скаскивать. Вот. И вот это да. За это да. За это врачей наказано. Ну, а когда коронавирус, когда условия пандемии здесь... Поэтому врач делает то, что он должен делать. То есть, как вы говорите, онлайн он ему назначил. Но он назначает, опять же, постсиндромную, постсимптомную терапию. Температура — выпей аспирин. Кости ломят — выпей хитонал. Вот типа такого, грубо говоря. Понятно. Беек, кстати, о тестировании. Вот расскажите, пожалуйста, для наших слушателей, в чём разница проводимых сегодня тестов. Потому что многие граждане наши, вот я даже из чата своего соседского сужу, они не понимают разницы между тестами. Кто-то говорит, вот экспресс-тест надо делать, кто-то говорит, ПЦР-тест надо делать. Вот кто должен их проходить сейчас и почему? Ну, вообще в реале, конечно, экспресс-тест — это одна экстренная случая, то есть быстро, которую надо определить. Но, как правило, экспресс-тесты — это не значит, что они стопроцентные. Всё равно самый оптимальный вариант — это ПЦР. Что такое ПЦР, да? Он определяет именно, какие антитела у вас есть в организме. То есть если у вас есть коронавирус, к нему вырабатываются, в первую очередь, иммуноглобулины. То есть это М и G. G — это которые уже перенесённые, которые именно делают наш иммунитет к этому вирусу. M — это как раз-таки самые первые реагирующие. Поэтому в зависимости от ситуации, кому-то нужен всё-таки экспресс, а кому-то нужен уже ПЦР. Просто всё зависит от стоимости. Хотя у нас сейчас в Казахстане, слава Аллаху, ввели то, что это будет бесплатно в большинстве своих случаев. Но всё-таки, допустим, я бы предпочтение отдал ПЦР. — ПЦР, да? — Чем экспресс. Но экспресс, я говорю, это же, опять же, кому нужно срочно определить. То есть определили экспресс, потом идут на ПЦР. Извините меня за сравнение. Допустим, вот сифилис, как определяют? Первое — это реакция прецепитации. То есть она положительная или отрицательная? Если она положительная, после этого делают реакцию Вассермана. — Понятно. — Хотя реакция прецепитации, она самая смешная. Вы вечером можете что-нибудь острое поесть, она будет положительная. Или жирная, как наши казахи. Казы там поели, всё положительное. То есть поэтому я в сравнении это сказал, что экспресс-диагностика, она как бы, конечно, очень нужная вещь, но она как бы не совсем такая информативная. — Я, Берик, понимаю, что вы сейчас не практикуете, не работаете, тем более в инфекционной больнице, да? Но, тем не менее, скажите, вот с точки зрения врача, у наших заражённых есть какой-то выбор? Вот, например, кто-то сдал тест, у него положительная реакция, или как это называется, результат положительный, да? У него есть выбор остаться дома. Например, у него положительное, но нет симптомов никаких, он себя прекрасно чувствует или как. Я слушаю главного санитарного врача Жандарбека Бекшина. Он говорит, у нас находится на карантинном досмотре. И вот у меня нет возможности ему задать этот вопрос, что это значит. Какие-то лежат в карантинных госпиталях, какие-то там ещё где-то лежат, какие-то ещё где-то лежат, какие-то дома находятся. Как вот это вот происходит деление? С точки зрения здравоохранения. — Нет, посмотрите, карантинные больные, не больные, карантинные наблюдающие, это вот, допустим, человек вот пришёл, у него выявили коронавирус. Все его окружающие, то есть домочадцы, они должны быть закрыты дома. То есть они уже не имеют права выходить. Это такой вот внутренний карантин, как его, ну, я не знаю, там, я его обзору, допустим, квартирный, да, то есть они оттуда не выходят, они сидят, они должны сидеть 14 дней. То есть они сдают первый день анализ, потом на седьмой день, на 14. Допустим, другие, это вот как врачи, их изолируют на 14 дней. Вот, допустим, закрыли областную больницу в Алмате, всех врачей отправили в санатории. Трёхразовое питание, лишь бы они оттуда не выходили. Они также сдают анализ. То есть выявиться или нет, потому что, почему 14 дней? Потому что инкубационный период, то есть от момента попадания вируса в организм человека и до появления первых симптомов, это и есть 14 дней, которые называются инкубационным периодом. Понятно. То есть он 14 дней может ходить спокойно, но в этот момент он может заражать. И вот когда он сидит там, то есть они его изолировали. А другое дело, когда человек болеет. Но, опять же, это всё зависит от нечащего врача. Если у него такая мягкая симптоматика, да, там, ну там, грубо говоря, 39 температура, которая очень хорошо купируется обычным аналгином, димедролом, там, или, там, аспирином, я не знаю, да, которая, я же говорю, вот у нас всё равно как бы такого лечения нету специфического. Именно у нас имеется это посиндромное. То есть это, опять же, скажет лечащий доктор, кому он обратился. Может, он скажет, да, у тебя температура лёгкая, отдышки ничего нету, полежи пока дома. Он прекрасно может дома пролечиться. Но это, опять же, зависит только от доктора. Ни в коем случае нельзя такое решение принимать самим пациентом или тем, которым заболели. Самое главное – обратитесь к врачу. Согласны с вами. Он специалист. Только он должен сказать. Потому что вся ответственность потом должна быть с врача, который это принял решение. Я говорю просто, вот, допустим, взять молодой организм, 25 лет, ну, температура. Он отлежится дома, 3-4 дня попьёт аспирин. Как говорится, помните, чай с малиной или с водом. Укрылся, пропотелся. Почему вот люди потеют, знаете, да, вот при вирусной инфекции? Нет. Потому что в этот момент вырабатывают все биологические вещества, в том числе интерфероны, которые бьют вирус. А, вон почему. В общем, всё, будем лежать потеть. Вот именно, вот именно в этот период, когда человек нагревается, вот он тогда начинает выделять. Поэтому говорят, что когда 38 температура, нельзя её сбивать. Пусть будет выше 38, тогда сбивайте. Вот, Берик, вы какой секрет открыли? Вот я, например, сколько лет живой? Я всегда об этом говорю. Я не знала про это, я не знала, что… Нет, я знала, что не надо сбивать, но никто не объяснял, понимаете? Вот в этом же успех, не то что успех, а, как скажем так, когда спикер может просто о сложном рассказать, это очень-очень важно. Потому что говорят, не сбивай, не сбивай, не сбивай. Ну что не сбивай? Я хочу сбить, потому что у меня голова болит. Теперь вот понятно, появилась ценность от этой информации, потому что будут вырабатываться вот как раз-таки вот эти вот вещи. Биологически активные вещества и, самое главное, интерферон, который единственное, то, что борется с вирусом. А основание вот этого интерферона делают эти все препараты противовирусные. Вот, мы же их закапываем. Но они не такие эффективные. Как свой собственный, да? Они не такие, да, потому что это когда собственный организм, это другое. Мы не можем его выработать. А, понятно. Потому что он делается только в организме, не химически. Понятно. А мы этот интерферон закапываем себе, да, чужой. А когда мы можем свой выработать, правильно, да? А я… Ну смотрите, вы какую тайну золотого ключика открыли. Вот видите, это уже фишка нашей программы. Нет, на самом деле я это первый раз слышу. Скажите, пожалуйста, вот появилась такая информация, что пользы вот от этих тестов ПЦР, это опять-таки я вас спрашиваю в рамках вашей компетенции, просто как доктора. Я не говорю, что вы там создатель этих вирусов, то есть этих вакцин и все прочее. Просто ваше мнение. Сейчас же много фейков, сейчас люди доверяют разному. Сейчас столько информации, такая информация, стекает информация, что толку нет от этих тестов на антитела, потому что нет подтверждающих фактов, что человек переболел и что он еще раз не заболеет. Вот как вот с такой вот быть информацией? Ну вот эта тонкость, как бы один раз переболел и второй раз переболеет, как бы это сложно сказать, вот даже с моей вот, ну как бы, конечно, я некомпетентен до конца, да, не являюсь инфекционистом или эпидемиологом, но в том же ракурсе то, что я говорил про грипп, у нас может выработаться иммунитет к этому коронавирусу, но он мутирует. Он что-то в себе, какой-то ген поменял, все против него, у меня уже иммунитета нет. То, что я говорил... Это уже новый, да? Новый какой-то, да, получается? Да, он крутанул свое, и все, мы уже против него ничего не можем сделать. То есть надо организм опять переболеть, чтобы опять выработать иммунитет. Вот единственное только, что я могу сказать. Тестирование – это правильная вещь, как бы то ни было. Каждый человек должен знать, что у него и как у него. Как у него... Во-первых, даже если так разобраться, определяя иммуноглублин М и G, он будет знать, каково сейчас состояние иммунной системы. То есть это тоже очень важно, потому что, имея в виду того, что против вируса нету лечения, мы можем только уповать на свой организм, то есть на свою иммунную систему. Если наш иммунитет бьет его, он будет бить. Но мы можем определить только по иммуноглобулину. Понятно. Я все-таки считаю, что иммунитет... А, иммуноглобулины... Вернее, тесты на иммуноглобулин надо задавать, а то, что заболеет, не заболеет, это только... Понятно. Это зависит от нас, да, от того, как мы готовимся, питаемся, настроены эмоционально, да, интеллектуально и все прочее. Правильно? Я вот всегда говорю, человек должен быть готов. У нас есть такое выражение, да, вот когда я еще студентом был, у нас были очень такие... Тогда еще все-таки Советский Союз практически был, да, у нас очень было таких докторов, которые всегда учили вот именно... Они всегда говорили, допустим, больному должно быть легче от того, что ты поговорил с врачом. Да. Вот, то есть это вот... Сейчас вы обращаете внимание, когда врач приходит, он такой, а-а-а, поговорил, ушел, больному не легче. А ему должно быть уже легче только от разговора. И второе нам всегда, когда доктор говорил, когда ты приходишь к врачу, ты должен сказать больному, что нас трое. Это я врач, ты больной и болезнь. Если ты из-за болезни, я вас двоих не одолею. Если ты из-за меня, мы вдвоем болезнь погубим. Вот. Замечательная философия. Самое главное, это настрой больного. Заболел, надо настраиваться на выздоровление. Что я могу, я выздоровлю, у меня дети, у меня там папа, мама, я не знаю. Он для кого-то должен это... То есть настраиваться. Поэтому это самое главное. Это, опять же, отношение к болезни человека. Я с вами полностью согласна, потому что человек должен быть эмоционально, зрело, он должен быть готов к этой борьбе. То есть ни руки не опускать, а просто считать, что да, мы победим и так далее и тому подобное. Вот давайте несколько слов скажем о работе вашего фонда. Я вас когда представляла, Берик, я сказала, что вы вице-президент по медицинским проектам фонда Айала. Я уверена, что многие наши слушатели знают о работе фонда Айала. Ну, конечно, не все, поэтому я просто вас прошу немножко рассказать о фонде. Ну, все, что вы считаете нужным, кратко расскажите и о последних медицинских проектах как раз в рамках борьбы с COVID. Пожалуйста. Ну, вообще фонд в 2007 году был открыт нашим президентом Айдан Тулитайвовым. Сулейменовой. Да, Айдан Тулитайвовым Сулейменовой. Она когда-то открыла это, начала вот нас привлекать. Мы когда первые пришли, мы не понимали вообще, о чем разговор, потому что благотворительные фонды было дико немного. Потом, вы знаете, в те времена такое отношение было, что это отмывание денег. Вот. Но при этом Айдан сразу сделала упор на то, что мы должны быть прозрачными. То есть мы все деньги показывали, что у нас никуда деньги не уходят. И мы тогда в первую очередь начали заниматься именно детскими реанимациями. Почему? Потому что с них начинается жизнь, по идее. Вот. И в том году к нам как раз обратилась начальник управления здравоохранения, Заврия Джумана Ливна, она попросила нас помочь инфекционной больнице. Вот. Мы когда пришли, там было очень ужасное состояние. Мы сделали им реанимацию, сделали там ремонт, поставили новейшее оборудование. И первый отклик, когда нам заведующий детской инфекционной реанимации сказал, хакуля такой был, он сказал, говорит, у меня первый ребенок, который три месяца пролежал на аппарате ИВЛ, и который с него встал и ушел над своими ногами. То есть, потому что то оборудование, которое раньше стояло, оно не тянуло. Вот. А мы поставили современное, которое приучает человека дышать правильно. Вот. И мы вот так вот начинали, вот именно с детской реанимации. Потом у нас был большой проект, это вот Дыши, малыш. Это вот как раз помощь недоношенным детям, когда у нас приняли в Казахстане закон, вот это, Возовский закон о выхаживании новорожденных, которые недоношены, от 500 грамм. Вот. Мы оттуда начали. И вот так вот так пошли. Плюс потом начали присоединяться, конечно, образовательные проекты. Вот. Мы начали на них работать. И потом уже вот как-то разрослись, как бы, о нас начали уже узнавать. Мы стали работать по республике. Если раньше обращали внимание только на Алмату, то уже стали работать по всему Казахстану. нас везде начали узнавать. Вот. И, соответственно, как бы, основная вот работа была, почему это связано, потому что наш президент, вот я, потом до этого еще вице-президент, один был, Жан Гильдис Арсенов, ныне покойный, к сожалению. Вот. Мы троем были врачи, поэтому как бы врачебных вопросах очень хорошо разбирались. Вот. И почему у нас еще вот с медициной очень хорошо было, потому что, как бы, я очень хорошо ознакомлен с работой реанимации, как бы, в ней работал. И вот, допустим, шефы меня всегда отправляют, я там разбираюсь на местах, что на самом деле нужно. Вот. И вот так как-то начали работать. Айданта Люта, Айданта Люта, она тоже врач, тоже доктор, да? Да, да, она врач, да. Она закончила Московский институт, вот, но она по специальности терапевта. Понятно. Вот. И потом вот сейчас вот на коронавирус, это, конечно, большая заслуга Айдана, она вот больше нам помогает вот именно вот в финансовом плане. Мы сейчас вот поставили 10 реанимационных кроватей, именно реанимационных кроватей, они являются четырехсекционными именно для того, чтобы основное осложнение коронавируса это все-таки легкие. И вот когда больной на этой кровати его комфортно располагает, что он не делает напряжение на грудную клетку, то есть он может спокойно дышать. Вот. Мы такие реанимационные кровати 10 поставили во взрослую инфекционную больницу, 5 поставили в детскую инфекционную больницу, поставили аппараты искусственной вентиляции легкие в детскую инфекционную больницу. Это вот основное. И плюс к этому мы очень много помогаем ветеранам, это продуктовые корзины, плюс еще малообеспеченным людям мы тоже то же самое делаем. Сейчас мы еще взяли один грант, мы помогаем именно малообеспеченным семьям. Причем это все у нас, наш фонд чем мы можем похвастаться, что мы любые проекты согласуем всегда с государством. То есть если у нас идет большой проект, это с Минздравом, у нас даже есть 7 меморандумы, при которых они нас поддерживают. Если мы делаем что-то в управлении по местному, то есть регионально, то это управление здравоохранением. Опять же, вот эти продуктовые корзины, это все согласовано с Акиматами. То есть они в курсе, они дали списки особо нуждающихся людей. Поэтому мы как бы не сами с неба не берем, мы все согласовываем. То есть вы работаете по тем проектам, которые нужны, подтвержденные спросы есть на них, да? Совершенно верно, абсолютно правы. То есть мы не берем там с неба взяли, поставили. Это такой нехороший случай, я постараюсь так не оглашаться. В один родильный дом поставили кучу оборудования и потом этой больнице сказали, у вас такое оборудование уже с управления, вы переходите на другой уровень обслуживания. Они говорят, как, у нас врачей нет, у нас специалистов нет. Видите, это называется неправильное благотворительность. Благотворительность тоже должна быть правильной, то есть надо помогать тому, кому это нужно. То есть они согласовали, натолкали, а в итоге уровень больницы подняли, а врачей-то нету. что работать будет. То есть там смертность еще в разы поднимется. Понятно. Берег, скажите, поэтому я говорю, поэтому мы всегда все согласовываем. Здорово. Берег, скажите, а что ваш фонд планирует делать в посткарантинный период? Вот вы сейчас много делаете для оснащения клиник, а планируете проводить какие-то обучающие программы или что-то другое? Потому что сейчас реальность меняется, и нужно врачей тоже уровень поднимать, повышать, чтобы работать в условиях новой реальности. Ну, вообще, во-первых, еще не останавливались. Мы всегда обеспечивали больнице оборудование необходимым, которое непосредственно возникает. То есть мы не заменяем государство, мы помогаем государству. Мы показываем на такие слабые точки, после чего государство всегда откликается. Второе, что мы делаем, мы всегда обучаем врачей. Сейчас у нас есть, мы сейчас запускаем большую программу об обучении врачей онлайн. То есть, потому что, ну, сами понимаете, специалистов каждый раз возить, это вещь не совсем дешевая. Вот, а мы вот сейчас вот вводим с нашими специалистами, которые за границей находятся, чтобы они именно обучали врачей дистанционно. Вот, и согласование с министерством это проведено было, мы им показали проект, они очень были довольны, и как бы они с удовольствием готовы на это идти к нам навстречу. Вот, поэтому мы как бы не останавливаемся, и обеспечение больниц мы также не будем останавливаться, потому что, ну, вы сами знаете, оборудование медицинское, оно все равно имеет привычку устаревать. Вообще, во всем мире делается, допустим, любой аппарат должен работать пять лет. он устает и физически, и морально, потому что он обновляется с годами и так далее. Ну, у нас, конечно, к такому мы еще не пришли, потому что у нас аппарат работает, которым 10 и 15 лет. Ну, я говорю, благодаря все-таки, опять же, врачам, медсестрам, которые очень трепетно относятся к такому оборудованию, потому что, ну, они понимают, что это все на вес золота, это все направлено на выхаживание там, или новорожденных, или там, реанимационных больных, тяжелых больных и так далее. Вот. И поэтому, как бы, мы не собираемся останавливаться, мы так же собираемся дальше продолжать именно наши образовательные проекты. Вот, как у нас один проект был, вот, мы 40 подарили по городам Казахстана, то есть, Алматы и Нур-Султана, вот, малобеспеченным семьям, у которых, ну, извините, представьте, пятеро детей, а у них всего один сотовый телефон на всю семью, как ему учиться, ну, мы также будем продолжать образовательные программы и учения. Замечательно. Берик, а вот завершая нашу беседу, я хочу пожелать вам лично, вашим руководителям, Айданту Лютаевне, всем сотрудникам фонда успехов творческих, процветания, продолжения в этом благородном деле, помощи нашей медицине, нашим медицинским учреждениям, особенно детским учреждениям, и хочу вам тоже представить слово для того, чтобы, может быть, вы хотите что-то добавить или пожелать нашим зрителям и слушателям. Спасибо большое за такие слова, очень приятно, конечно. для слушателей, что я хочу сказать, самое главное, это берегите себя, берегите окружающих, думайте об окружающих, не то, что только о себе, потому что сейчас такой самый тяжелый период, на самом деле, это, наверное, испытания для нашего региона, это испытания для всего мира, поэтому в этом плане сейчас мы только можем все быть сплоченными против данного заболевания, соответственно, мы должны всем, например, очень неприятно, когда звучат по новостям, кто-то там праздники делает, у затутой, еще что-то, я считаю, это неправильно, потому что это риск, риск для окружающих, я думаю, в такой период можно немножко это все отодвинуть, немножко это все перетерпеть и потом взять это все сполна, как говорится. Отлично. Поэтому берегите себя и будьте бдительны. Берег, спасибо вам огромное за беседу, я вас благодарю за вот такие ваши знания, информацию, и особенно за секрет, который вы рассказали, почему не нужно сбивать температуру. Всего вам доброго, успехов, крепкого вам здоровья лично, всего хорошего, спасибо большое. Спасибо большое.